12.06 в Кирове. По-прежнему в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И мы продолжаем разворот на бизнес. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». У нас в студии Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства». Еще раз напомню, фабрика, дача, кофейни, сулугуни, все туда. И Илья Суслов, руководитель направления общепита компании «Система Глобус», «Конюшная», «Студия 101», «Кафе Кулинария», «Глобус», «Скейтеринг». Мы женаты и прочее. Совершенно верно. Да, мы женаты тоже, вы? Мы женаты тоже, вы? Обслуживают, насколько я понимаю, Глобус? Да, но в нашем управлении находится вот этот вот банкетный зал «Мы женаты». А ресторан «Вятка»? Тоже самый. В гостинице «Вятка». И тема у нас сегодня, не случайно мы говорим про общепит, да, «Вятка», «Самобранка», «Кто и как кормит кировчан». Если в первой части мы пытались разобраться с тем, что у нас происходит, насыщенный рынок и ненасыщенный, существуют ли какие-то проблемы, проблемы, может быть, и дальше будем обсуждать. Сейчас хотелось бы предметно с гостями, которые занимают ведущую роль именно среди кировского общепита, и не только общепита, а именно ресторанов, высокой кухни, поговорить о направлениях деятельности и о тех потенциальных нишах, которые сегодня еще присутствуют. И для начала я просто, ну, мне понравилось очень, ребята с портала свой кировский дали открытие уходящего года, что к нам пришло. Из общепита сделали подборку, как раз свеженькое, да, это городское кафе «Дача», как раз Андрей Несвятаев представляет это кафе. Открылась в этом году, это «Бургер Кинг», безусловно, но это уже другое направление, то есть это фастфуд. Это кафе «Бар Клеопатра» на Ленина 88А, это веганское кафе «Брокколи», это кафе «СПК Север», ну, «СПК» просто развивает свою сферу влияния. Это кавказский ресторанчик «Байрай», еще один кавказский, у нас уже кавказской кухни много. «Бургерный краснодарский парень», мне как раз неподалеку, только-только, похоже, открывается. Ну и… На свободе. Да, это свобода и преображенская, то есть, в принципе, направления понятны, да, те ли это направления, в которых действительно движется общепит, в котором нужно двигаться и развиваться, вот, собственно, в этом вопрос, и потенциально, какие ниши, коль скоро мы в этом начали говорить. Если это не коммерческая тайна, потенциально интересна еще в Кирове для потребителя, ну, и для вас как сфера развития. Давайте с Андреем и Святой начнем. Культура гостеприимства действительно уже так укоренилась, заякорилась на почве нашего региона, и вы постоянно ищете какие-то новые формы, потому что вот фабрика, когда открывалась, это была для Кирова, я бы не сказала, что необычная форма, потому что я помню еще американский салон, мы это здесь обсуждали, потому что это из той же темы, в общем, пабов, веселья, круглосуточной, с вкусной едой, с прекрасного обслуживания, с дорогим интерьером, ну, такое уже для людей, которые могут себе позволить, и хотят, самое главное, некий чек, тусовку, встречи, музыку прекрасную, игры интеллектуальные. Очень много именно заведений общественного питания уже приглашают музыкантов и устраивают тематические вечера, и это тоже точка такая, привлечение клиентов. Да, кофейни, с этим все понятно, я наблюдаю, у вас открытые окна и пространство, все видно, что там люди есть с утра до ночи, вы доопоздна работаете. По сулугуни у нас с вами был разговор, что хотели европезировать кавказскую кухню и так ее усреднить, я не знаю, что там происходит, я только знаю, что вот у меня недавно там родственница отмечала 18-летие, они там хорошо и даже танцевали, как раз девочки, дочь пришла домой, еще два часа не могла успокоиться, все танцевала перед зеркалом. Дача, история другая, там было кафе 1797, и оно так заняло свою нишу, как нам казалось, и вдруг бабах, вообще другой совершенно формат, семейный, семейный формат у Александровского сада, я разговаривала с вашими маркетологами и знаю, почему вы это сделали, мы даже обсуждали какие-то еще формы. Вы нашли уже вот конкретную свою вот какой-то кусок пирога и в нем хотите там углубляться, разбираться, или у вас действительно есть еще какие-то мысли о том, что нужно еще эту нишу забрать, эту нишу забрать, да? Ну, если говорить про планы, действительно в этом году удачно мы открыли проект Дача, мы очень долго продумывали этот формат, прорабатывали, потому что, ну, это не совсем семейное кафе, мы его называем кафе для родителей, потому что действительно кафе, либо они для взрослых обычно, это вкусная еда, но либо симуляция детской комнаты, либо просто там карандаши, либо это семейное детское кафе, где все для детей, но родителям приходится довольствоваться посредственной едой, посредственным обслуживанием. Здесь мы попытались сделать место именно для родителей, где можно вкусно поесть, хорошо посидеть, отметить какой-то праздник и при этом в сторонку отодвинуть детей, и они не будут мешать. И на будущем, я думаю, что мы как раз с этим проектом планируем, на самом деле, рассматриваем переход в другие города. У нас есть партнеры в Нижнем Новгороде, то есть мы находимся в таком пассивном поиске площадок, поэтому как только появится, планируем идти в другие города. Возвращаясь к прошлому часу, мы говорили тоже, что подтягивать надо уровень, сервис. На самом деле мы ездим очень много, и мы считаем, что, может быть, многие не согласятся, но мы ездим и Москва, Питер, другие страны, уровень сервиса, тот, который мы сейчас даем в этих проектах, он на самом деле позволяет нам смело выходить в другие города и быть очень конкурентными. То есть наша внутренняя сейчас система, мы весь год занимаемся ее настройкой, обучение сотрудников, развитие сотрудников, позволяет, не боясь, идти в другие регионы. Вопрос тогда не к вашей истории, не к культуре гостеприимства. А если мы говорим об уровне сервиса, то мы можем оценить в общем его, потому что Александр Сидельников как раз об этом говорил, об этом он видит, как человек, который давно занимается потребительским рынком и предпринимательством, он видит, что общий уровень сервиса в общепите недостаточный, он не говорит даже недостаточно высок, а вообще недостаточный. Он говорит об этих кафе на окраинах, о маленьких каких-то там кафешках. Я могу и про большие кафе сказать, где для меня, как для потребителя, уровень сервиса недостаточный. В то же время есть истории, когда я еду в другие города, и люди мне говорят, у вас в Кирове вообще приличный очень общепит, мы любим ходить, там и конюшни тоже упоминалось и так далее. То есть мы специально иногда ездим в такие гастрономические туры к вам. Но мы же тобой и сказали, мы пригласили лидеров рынка, но лидеры смотрят и на рынок в целом. Вот в целом уровень сервиса, если мы о нем заговорили в Кирове. Есть куда расти, безусловно, есть разные грехи. Если вот это отбросить. Скажем так, я бы не сказал, что Киров действительно хуже каких-то других городов. Есть регионы с гораздо более слабым рынком, есть города с более сильным рынком, с более сильным сервисом. Но вообще есть у маленьких кафешек, которые не на вашем уровне или покрупнее кафе, неважно, есть шанс сейчас, без того, чтобы поднять сервис, сейчас не только меню, а именно сервис, остаться на плаву, люди стали требовательны, вот вы можете сделать вывод по клиентам, они требовательны к сервису? Потребители абсолютно разные, клиенты абсолютно разные, и действительно достаточно много людей, которые пока удовлетворены тем сервисом. Вот у меня примерно такой же вопрос был. У нас в Кирове еще остались, ну и в других городах это есть, остались такие новые кафе, это там блинная, пельменная, пельменная, чебуречная, чебуречная, ну или там старые названия этих кафе, еще советские, и в общем с советского времени ничего не меняется, но у них есть клиенты, к ним ходят и традиционно кушают. И мы с тобой пойдем, если мы хотим блинов, вот таких как в детстве, мы пойдем вот сюда вот на угол Володарского мы пойдем и Энгельса, правда же? Если мы хотим блинов как в детстве, мы пойдем в блинную на Володарского и Энгельса. И зачем им делать новые блины и поднимать ценники, вот скажи мне. Ну это уже такая фишка, действительно. Давайте спросим у Ильи, насколько требовательны вы в своей сети к персоналу, насколько вы требуете от них высокого уровня сервиса и сколько вы уделяете этому вниманию? Ну можно сказать, что мы работаем, так сказать, в масс-маркете, да, то есть я сейчас буду говорить о там кафе-кулинариях, да, там о студенческой столовой, то есть там о пиццерии, там глобус, где большая очень, то есть большой трафик, где большое количество чеков. Я бы сказал, что требовательный клиент, требовательный, то есть гость требует постоянно, то есть ему хочется внимания, то есть он за свои кровно потраченные от нас требует. Мы, соответственно, то есть, конечно, тоже стараемся соответствовать, и мы всегда работаем над качеством обслуживания, качеством услуги, то есть этим занимаемся постоянно. За что можно уволить сотрудника, если мы говорим о сервисе? О сервисе? Я, наверное, сразу так не готов ответить, да, но, безусловно, мы ко многим вещам критически, конечно, разовая ситуация вряд ли влияет на решение, скажем так, у нас вообще очень сильный отбор на входе, у нас, в принципе, не попадают людей, которых можно там уволить вот за что-то одно, то есть это больше какая-то длинная история. Знаете, так, в сфере гостеприимства, в сфере общепита должен работать человек, который любит людей. Если он любит людей, он не сделает чего-то такого, за что его уволить можно. Ну, если мы говорим про воровство, да, там, или... А, да. Да, безусловно, воровство, там, какие-то вещи. Это внутренняя история. Внешняя история клиент пожаловался. Почему вы со мной так разговариваете? Я пришел к вам пообедать, вы мне так отвечаете. Как раз любовь к людям, наверное, это и есть. Кажется, ситуация индивидуальна, не надо разбираться. Да, вы знаете, то есть у нас Центр обслуживания клиентов в компании «Глобус», и любой наш клиент или гость, он, как бы, имеет возможность, то есть обратиться, и все жалобы, то есть они все поступают. Все, что касается, то есть моих направлений, они поступают лично мне на почту, я утром начинаю свой день, к сожалению, вот с разбора таких обращений. Они есть. Они есть, то есть, безусловно, они есть, и мы в них разбираемся. Я вам скажу, что не всегда мы являемся, ну, неправы. То есть бывают, гости приходят, у него там не сложился день, там, еще что-то. Ну, конечно. То есть еда – это такой продукт, когда у тебя плохое настроение, тебе еда будут невкусные. Вот, и ты найдешь, что миллион каких-то мужских детей. За что вы уволите человека в сервисе? Вот, за какие ошибки в сервисе? Были вообще такие случаи? Ну, мне тоже сложно сказать так вот прямо вот с ходу, потому что я являюсь все-таки не директором какого-то предприятия, да. Подумайте, у нас есть полминуты перерыв. Так, естественно, я не буду больше мучить вопросами, за что вы увольняете людей. Я озвучу тему, скатит самобранка, мы говорим, кто и как кормит кировчан, и гости у нас, да, представители как раз кировского бизнеса общепита. Это Андрей Несветаев, управляющий партнером группы компании «Культура гостеприимства», Илья Суслов, руководитель направления общепита компании «Система Глобус». Тут Андрей очень хорошую тему озвучил, которую мы с Олегом даже изначально не планировали поднимать, а это, безусловно, нужно поднимать. Это вопрос скейтеринга. Вы сказали, Андрей, что вы видите, как меняется эта сфера и как она развивается в последнее время. О каком последнем времени речь идет? Ну, я действительно обратил внимание просто, что за последние два года у нас два, наверное, самых сильных игрока и больших. Это «Глобус», «О-ля-ля», и я вижу, что как у них сильно изменился сервис, качество, какие-то фишки, какие-то интересные моменты. Ну, мне очень приятно наблюдать, когда в нашей сфере происходят такие изменения, это не сильно круто. Вы не занимаетесь этим? Мы нет. И не планируете? Пока нет. «Глобус», вы, вот два игрока названы на нашем рынке, согласны, «О-ля-ля» и вы? Есть еще. Нет, игроков больше, я только знаю, еще есть «Ивитек», как еще есть «Россия». Ну, то есть игроков больше, это ведущие, наверное, игроки, которые действительно обеспечивают там большую часть мероприятий, их видно. Как вы относитесь к кейтерингу, какую часть вашего бизнеса он занимает? Ну, кейтеринг мы любим, это очень хорошее… А тут за эфиром вы говорите, боже мой, эти корпоративы, спать некогда. Это же часть нашей работы, конечно, безусловно, то есть мы рады, что у нас есть работа, что у нас есть корпоративы, мы работаем, но это непростой труд. Долю мы занимаем действительно большую, у нас очень развит кейтеринг, мы очень давно работаем с разными крупными предприятиями города, то есть мы начинали развивать его, на самом деле, как кейтеринг, это выездное обслуживание, да, то есть когда мы проводили там корпоративы на каких-то не своих площадках, да, организовывали там питание. Потом у нас появилась площадка, это банкетный зал «Вятка», это было три года назад, потому что была потребность… А там именно точки общепита нет, как таковой, да, там именно, ну, кейтеринг в честном виде? Вот пока нет, вот пока нет. Появился банкетный зал «Вятка», потому что был очень большой запрос на проведение свадеб. Нужен был зал, красивый, белый, заточенный, то есть вот именно под проведение свадьбы. Соответственно, мы открыли зал «Вятка», он у нас очень как бы успешно выстрелил, то есть заполняясь очень высокая. Вот, потом у нас появилась в управлении площадка «Мы женаты». Вот, и, соответственно, то есть год мы завершаем открытием площадки «Студия 101», которая находится на «Ленина 101». И которая уже открылась. Которая уже открылась, да, то есть и вот новую площадку, она в таком стиле лофт сделана, то есть мы предусмотрели именно ее под проведение абсолютно различных мероприятий. То есть там можно проводить там как от свадьбы, конференции, показы, то есть она трансформируемая такая, очень интересная площадка. И вот опять же выявилось такой показатель, что и заполняемость этой площадки показывает, что вот эта ниша, она была как бы свободна, мы ее заняли. То есть фактически у вас уже три площадки, которые именно не ресторанный бизнес, а площадки для проведения мероприятий с выездным обслуживанием. Да. Ну, только обслуживание не выездное, а как бы свое. Да. А сколько мы можем судить вот эти последние два года, насколько эта ниша выросла, насколько этот кусок общепита увеличился? Есть какие-то? Ну, он растет, потому что вообще кейтеринг, он ведь не только там является корпоративным, да, то есть очень, ну, как бы немало происходит частных заказов. Ну, я вот хочу, например, там дома, да, отметить... Я сейчас про Новый год думаю. Я хочу отметить дома... Очень не хочется в магазине. Вчера думала я про это. ...отметить там день рождения. Соответственно, ну, понятно, что не хочется там готовить, это там гости, надо посуду, ну, то есть миллион всяких там деталей, соответственно, набираю телефон, проговариваю, ко мне приезжает там назначенное время, все накрывают, привозят посуду, все красиво, приехали, потом все забрали, и как бы ты счастлив, доволен. То есть, и вот эта ниша, она растет, и мы как бы занимаемся, и дальше будем развивать, потому что вот руководитель направления, Савченко Евгения, она вот буквально недавно приехала у нас, ездила в Париж, проходила обучение, то есть у нас ребята, когда вот есть такие вот где-то месяца, да, где вот поспокойнее... Да куда надо устраиваться на работу, Олег? Где-где еще учат, да? В Париже. Поэтому у нас есть, я думаю, что точки роста в этом направлении. А вообще вот мы начинали с этого, и хотелось бы просто еще раз вернуться к теме, насколько сейчас покупательская способность и психология покупателей там за последнее время меняется, да, то есть есть ли все-таки позитивные изменения для вас, для вашего бизнеса, что люди больше времени стали проводить в кафе и ресторанах, либо заказывать какие-то вот как раз выездные мероприятия, да, с участием кейтерингового направления, например. Ну, то есть, либо, может быть, там, бизнес-ланчи стали больше пользоваться спросом. Какие ребята? Ну, мне кажется, что тенденция, то есть роста, она есть, и культура, она постепенно так или иначе приходит, потому что иногда, ну, мы же все люди занятые, то есть у нас там работа, там, дела там и прочее, то есть и проще иногда приехать, ну, у каждого какой достаток, кому-то в кафе приехать, да, там, перекусить, кто-то может провести там ужин в ресторане. Слушай, ну, можно в кафе не просто за кофе встретиться, например, тоже, да, в рабочий перерыв и обсудить заодно дела какие-то, потому что действительно темп-то жизни просто убыстряется очень сильно. Я считаю, что такая тенденция есть, и это на самом деле такой правильный вектор. На самом деле вот так и должно быть. То есть люди, наши гости, клиенты, они должны, ну, тратить время на какие-то свои дела, да, то есть профильное отдайте нам, предпринимателям. Вот смотрите, вы, ну, Глобус пораньше, давным-давно в этой сфере, Андрей тоже давно, я просто сравниваю Глобус уже такой мастодонт, уж я даже не буду спрашивать, как у девушки сколько лет, очень много лет. Вы тоже давно, и вы тоже уже рынок знаете, изучили полностью, и мы об этом всё время говорим. Действительно ли, действительно ли люди стали выходить из дома и больше времени проводить кафе или нет? Потому что культура культурой, информацией информацией, мы, конечно, смотрим фильмы, интернет, телек, сериалы, и все вроде как бы там, а не дома, на кухне уже там, да, но мы же цифры видим конкретные. Мы видим, что с 2014 года, с 2008, потом с 2014 года наше фактическое благосостояние падает в целом, да, средняя зарплата показывает, что растёт, но цены-то растут быстрее. То есть мы не можем сказать, что карман пухнет просто от денег, да, чтобы... И потребитель должен выбирать множество прочих расходов. И вроде бы, да, и вроде бы, когда ты об этом думаешь, как любой вот человек, ты думаешь, м-м-м, нет, я, пожалуй, курочку дома отворю, там, да, из неё можно сделать оливье. Сразу клюблю, да. А вы говорите, что нет, народ идёт всё больше и больше в рестораны и в кафе. Что происходит? Ну, я для себя два фактора выделяю. Первый фактор – это, ну, как эффект красной помады, то есть у людей действительно сейчас нет денег на крупные покупки, поэтому они могут позволить хотя бы небольшая радость. Не могу купить себе Мерседес, куплю красную помаду, в этой мере. Условно говоря, да, то есть у меня нет сейчас смысла копить на шубу, поэтому я могу все деньги тратить на развлечения здесь и сейчас. И второе – это растут новые поколения, новые люди, то есть начинают зарабатывать люди, которые родились в 90-х, которые с другим воспитанием. Для них питание в кафе – это уже норма. Поэтому появляются бургерные. В том числе. И кофейни. Да, бургерные, кофейни, какие-то такие вещи. То есть это люди, которых не научили готовить дома, они не привыкли готовить дома, и они начинают уже образ жизни другой вести, они начинают ходить в кафе, а взрослые, их родители, глядя на детей, в том числе уже начинают подтягиваться. Слушай, ну классно, хорошая идея, да, там, зачем мне готовить дома? Давай лучше, как вы, вот схожу в кафе куда-нибудь. То есть молодёжь начинает и взрослых подтягивать в эту историю. Есть такое, Илья, вы тоже видите эту тенденцию, да? Что именно новое поколение, поколение 90-х, и дальше уже 2000-х, потому что у меня дочь 2000-х, у тебя тоже, Олег. Да. Они тебя вытягивают сейчас куда-то в кафе? Ну, мне пьёт кофе. Пока не вытягивает, но пьёт кофе, просто я опасаюсь заездом. У тебя спортсменка ещё, дочь. Меня вытягивает. Надо сказать, кстати говоря, история про фастфуд и молодое поколение меня, как родители, не может не беспокоить, с одной стороны. С другой стороны, я совершенно очевидно, вот со всей очевидностью вижу, как разделили между собой вот эти федеральные международные сети, там, Бургер Кинг, Макдональдс и KFC, аудиторию молодую. Я по своей истории уже могу судить. Пока ребёнок был маленький, ей интересно было заехать в Макдональдс. Игрушка, там, вот это вот всё там, да? Самое странное, она бургеры там не ела, там, да, гамбургеры? Нет, она вот всё по курице. И логично, что как только она подросла и перешла в подростковый возраст, вы видите, что KFC – это место тусовки подростков. Прямо модно туда сходить. Очень важно, когда они заходят в магазин, смотрят по сторонам, кто представлен, кто в чём одет, что они заказывают. Это прям я сегодня в KFC. Но ведь она вырастет и будет ходить в фабрику или в конёшню, понимаешь? Понимаешь, бургер-кинг немножко... А свадьбу праздновать ещё где-нибудь. Я просто про это, я вот, наверное, я просто свою историю расскажу. Бургер-кинг – это история всё-таки уже больше семейная даже. Там вот как-то, ну вот больше, более многочисленная. Если в KFC надо прям показаться, как на вечеринке где-то, то туда вот как-то ещё так, да? А дальше действительно смотрим, потому что сейчас она начинает приглядываться, например, это как дети ведут твой вкус. У тебя собственная история есть в посещении, но когда ты взрослеешь, быт затягивает нас. Я по-прежнему там... Уже, наверное, не так жалуюсь. Но я жалуюсь в своё время, что был провал в Кирове, когда для людей 30-40 лет, до 30-40-40-50, не было места, где можно постоянно проводить время. Провал такой был. То есть сейчас вот как-то новый пошёл виток, и он действительно у меня связан с моим ребёнком, и действительно связан с изменением взглядов на работу. И на что ты потратишь время? Потратишь время на то, что ты приготовишь завтрак, обед, ужин, и ещё на завтра? Или ты это время потратишь на работу, заработаешь там каких-то денег? Потому что сейчас у всех такая вот публичная работа, которая может складываться из нескольких там проектов, она этого требует, и она трогает постоянно перемещение, ты не можешь на это потратить время. Просто реально. Но это нас касается, офисных вот этих вот, да, товарищей, белых наших воротничков, у которых связана с этим работа. А касается ли это окраин? Касается ли это заводских районов? То, о чём мы говорили. И касается ли это новых спальных районов? Смотрим, вспомним Солнечный берег, вспомним... Чистые пруды. Чистые пруды. Ещё раз вернёмся на филейку в ВВТЭК. Мы сейчас вот всё про центр красиво говорим, где в основном и ваши тоже заведения расположены. Но я предлагаю после перерыва проанализировать вот эти районы. А там что? Там что люди делают? Они что делают? Они аудитории или нет? После перерыва короткого. Продолжаем разговор. Мы не заканчивали в перерыве, да. Да, и мы говорим, ВВТЭК-самобранка кто и как кормит кировчан. И мы остановились на чём? Про районы мы говорили. Про центр понятно более. Как развивать районы? И надо ли вообще? И надо ли вносить туда как раз новые, какие-то новые форматы? Есть ли место кафе и ресторанам в новых районах и в старых промышленных? Ну, да, я просто сразу скажу. То есть вот у нас на 2019 год мы откроем супермаркет и пиццерию в Ёлке-парк. Это проект вот группы компаний «Железно». Моё мнение, очень удачный проект, очень красивый, такой интересный. Это объект, который будет стоять на въезде, комплексный. Собственно, там должна быть парковка, и с неё должен начинаться ещё пешеходный маршрут, который будет в Дендропарк. Света просто знакома с этим проектом, я так понимаю. Ах, и непосредственно ручей. Там очень большая парковка по проекту. И, соответственно, я думаю, что там трафик проезжей очень большой, потому что там идёт Новоавятск, немножко в стороне Радужный. Но, тем не менее, нас эта площадка очень заинтересовала. И мы вот откроемся, я думаю, что в марте месяце мы откроем. Но это супермаркет с пиццерией. Пиццерия какая? Как у вас обычно в супермаркетах бывает? Или как в Большом Глобусе Новоровского? Нет, как в Большом Глобусе. Это будет полноценный общепит. То есть это полноценная пиццерия будет. Здесь вы сразу несколько потоков концентрируете. Ёлки-парк небольшой район. То есть я не знаю, насколько часто будут приходить местные жители, что вы для них больше придумывать. Но это же на Большой дороге. То есть там с этой точки зрения. И Дендропарк, который, слава богу, сейчас двигается с мёртвой точки, будет развиваться. Собственно, Железно в этом смысле тоже и мыслило, что должны быть пешеходные маршруты, должна быть парковка, должен быть прокат. Прокат, да. Потому что там же беговые, велосипедные дорожки и всякие такие вот истории. И вы это тоже учитываете, когда там открываетесь? Да. Да. Вот всё должно быть взаимокомплексное развитие. Ну да, если говорить о развитии, то есть о районах, ну это район, это не центр. Всё-таки здесь понятная история. А если мы с вами посмотрим на солнечный берег, чистые пруды и филейку? Да, да, да. Что скажете, Андрей? Ну, как я уже сказал, мы такие гибкие, да, и мы подстраиваемся под окружение. То есть появилась локация, появилась точка, сконцентрировались люди. Да, мы хотим понять, мы хотим понять, что там происходит. Поэтому, допустим, даже численность людей уже, по идее, фактор. То есть мы понимаем, что на самом деле не очень большой процент людей ходит в заведения общественного питания хорошие. И мы, когда рассчитываем там бизнес-планы, мы очень маленький процент закладываем. То есть мы считаем, что регулярно там потребители мест общественного питания, ну хороших кафе, да, там нормальных, это там 10% в лучшем случае населения, если говорить про регулярное посещение. Поэтому, условно говоря, чистые пруды у нас в планах. К сожалению, там определенные... У нас там был даже в планах на 2018 год, но, опять же, некоторые государственные истории, там проверки и так далее очень сдвинули наши планы. То есть у нас сушилка была там в планах и остается в планах. Потому что район достаточно большой уже, количество людей много, большое. Ну и ждем мост еще, да. Соответственно, там дружба подтягивается, да, рядом становится совсем. То есть нужна... Вот как связана инфраструктура со всем остальным. Дорожная инфраструктура с досугом, с питанием совсем связана. Это анклав, туда неинтересно заходить в бизнес. Ну, самое главное правило, то есть локейшн, локейшн, локейшн. То есть поэтому месторасположение – это очень такой важный фактор. Поэтому вот то, что говорил Сидельников здесь, изучение, статистика, социальные исследования социологические, какая потребность, что еще требуется, чтобы там открывались, развивались различные истории, начиная с общепита, заканчиваясь спортзалами и за студиями и прочим. Комплексное развитие. Хорошо, что это делает университет, потому что так-то это стоит больших денег. Если будут игроки рынка себе заказывать, это стоит немалых денег. И не факт, что это будет сделано профессионально. Вот. И я надеюсь, что если это исследование пройдет, оно все-таки будет, во-первых, объективным, во-вторых, доступ к нему смогут получить те люди, которые заинтересованы в первую очередь. По сути, это исследование прежде всего необходимо городу и бизнесу. Потому что город и бизнес совместные решения должны принимать, Олег. Да, вот мы все время говорим про стратегию развития города Кирова, которой нет. И пока ее не будет, пока мы не будем себе представлять, что нам потребуется через 5, 10, 20 лет, но мы все время будем вот так вот это локальные какие-то вопросы решать. Ты как человек, который представляет компанию Т-плюс, это знаешь прекрасно. Должна быть стратегия лет на 40. Ну, общепит, он на самом деле появляется в любом месте скопления людей. Поэтому, чем больше точек скопления людей, тем больше будет общепита. И все. Потому что локация самая важная, что для нас есть. Сконцентрировались в чистых прудах. Там будет общепит. Что у нас с филейкой? Что-то вы про филейку ничего не говорите. Филейка действительно такой какой-то сам по себе. Но мы сильно не анализировали, потому что он район очень такой широкий получается по площади. И по населению у нас есть определенные сомнения и риски. Потому что у нас, допустим, есть доставка. И мы анализируем доставку по разным районам города. Соответственно, можем примерно понимать востребованность услуги общественного питания. Сколько людей готовы вне дома питаться, не готовить дома. И по филейке показатели очень низкие. Давай у меня предложение просто в оставшееся время. Краткие вопросы, краткие ответы, если есть ответы. У меня такой вопрос. Не знаю, есть ли у вас живая музыка или нет. Насколько это работает с точки зрения привлечения клиентов сегодня? Была в фабрике, но сейчас она минимизирована. То есть, если раньше это было каждую неделю, сейчас это будет один-два раза в месяц. То есть, это не приносит большого клиента потока? Ну, вот у нас работает. Приведу пример, опять же, пиццерия «Глобус». То есть, у нас постоянно происходит выступление групп. И люди, которые не могут себе позволить, например, сходить в ресторан, то есть, там где-то посидеть, они приходят в пиццерию, заказывают пиццу и могут спокойно, бесплатно посидеть, послушать какой-то концерт. Аплодируют, даже цветы приносят. То есть, такая интересная тенденция. То есть, в нашем случае это работает. Уходя, Татьяна Кагеродцева сказала о том, что в Кирове очень большая проблема с поварами и с работниками кухни. Работают ли те программы, вообще смотрите ли вы программы, которые сейчас популяризируют эту профессию, там на канале «Пятница» и на других телеканалах, да, там Константин Ивлев, и работает ли это на, то есть, приходит ли новая кадра в эту сферу, в сферу именно общественного питания, или молодежь не едет? Она приходит, но, к сожалению, большинство данную профессию не рассматривают как долгосрочную. То есть, я там пока учусь в институте. То есть, это официанты? Ну, официанты и повара. И повара в том числе. Да, да. Хотя, на самом деле, профессия повара, она там, она очень интересная. К тому же, международная, вообще-то, история. Я всегда завидовала мастерам маникюра и парикмахерам, которым можно переезжать с места на место и выбирать любое место жительства, потому что... Не обязательно знать прекрасный язык. Это нужно. И то же самое повар. Я всегда ребятам рассказываю такую историю интересную. Я дружу с рестраторами, с московскими, с известными, и у них там ребята шеф-повара, они звезды. Они реально звезды. Я когда бываю в Москве, у нас были случаи, мы приехали в такой клуб, и парень, шеф-повар, к нему выставилась прямо очередь фотографироваться. То есть, ну, прямо он суперзвезда. То есть, они хорошо зарабатывают. Ну, там, правда, талантливые парни, но и работают они, то есть, ну, 24 на 7, на самом деле. Ну, смотрите, вот эта история сейчас, которая в Кирове тоже разворачивается очень широко, когда корпоративы заказываются, и просто конференции заказываются, и дни рождения заказываются с мастер-классом от шефа. Мы были... Сбербанк организовывал это где-то в начале осени, и мы спрашивали у шефа царского села, он говорил, у меня уже до конца февраля все, все, каждые выходные расписаны. Это очень популярно. Люди хотят видеть, как это все готовится, сами пробовать, учиться. Это популярная сейчас история. Это популяризирует ресторан? Это популяризирует профессию? Что это такое? Или это просто новый востребованный вид услуг, модный какой-то, Андрей? Все вместе, наверное. То есть, безусловно, звезда-повар популяризирует ресторан. Безусловно, звезда-повар делает профессию более привлекательной, и все равно привлекает новые кадры. То есть, в любом случае, это польза. И от передач, исходя изначального вопроса, сказать, что глобально как-то помогла, и приходят люди, которые говорят, хочу быть как Костя, или там... Нет, такого, конечно, нет. Но, безусловно, это все положительно. Ну, тогда, может быть, вот как раз то, что эта профессия, которая не зависит от локации, ты можешь жить везде и работать, она, наверное... Ну, люди ищут себе более высокого заработка, и уже итоговые. Грамотные специалисты, может быть, тоже играют роль вот эта, как сказать, универсальность профессии. В том числе, потому что, если говорить, тут в этой сфере поваров очень большой разрыв между линейными поварами и шеф-поварами. То есть, там просто, ну, в разы разница. И, безусловно, человек, если он с потенциалом большим, то в Москве он может на очень рассчитывать серьезные суммы, на очень серьезный доход. Сотни тысяч рублей, я так понимаю, в месяц. Это вот такой доход будет. И неограниченные, практически, возможности, если ты совершенствуешься в этой сфере. Практически. Если бы вы сейчас захотели в этой сфере создавать свой бизнес. У нас одна минута осталась, поэтому финальный вопрос. Вы бы вступили в это? Здесь, на этом рынке, в этом городе, да? Да, зная о том, что вам предстоит. Я думаю, что, ну, я за себя скажу. То есть, те, так скажем, предприниматели, рестораторы, кто долго, ну, вот, находятся в этом бизнесе, наверное, уже какой-то другой путь для себя рассмотреть. Ну, наверное, вряд ли. Потому что бизнес сложный. И кто в нем выжил, соответственно, кто в нем работает и зарабатывает. То есть, это, на самом деле, дорого стоит. В нем выжили больные люди и параноидики. Они болеют, поэтому без вариантов мы здесь останемся. Это судьба называется. Спасибо большое. Илья Суслов, руководитель направления общепита компании «Система Глобус». Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компании «Культура и гостеприимство». Это был «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Зайкова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»